здравствуйте дамы и господа ну что ж ситуация у нас сегодня складывается достаточно спокойная дело в том что сегодня ночью тимоти гейтнер выступил выступил по поводу слабеющего американского доллара тем самым своим выступлением он несколько нивелировал те слухи которые вчера выплеснулись благодаря агентству рейтер на финансовые рынки ну а теперь поподробнее дело в том что вчера агентство рейтер сообщило что вроде как уже фрс вопрос связанные с колизой с программой количественного смягчения уже окончательно решен и то что вполне вероятно под это дело будет запускаться печатный станок который условно говоря выпустит полтора триллиона американских долларов это способствовало резкому ослаблению американского доллара взлету риск аппетита инвесторов на мировых финансовых рынках ну и со всеми вытекающими последствиями конечно же произошел рост сырьевых активов выросли американские фондовые индексы в общем все оказалось весьма весьма неплохо для людей настроенных на покупку всего и вся но сегодня ночью тимити гейтнер выступил со своим заявлением газету wall street journal где он сообщил что он не видит причин для дальнейшего ослабления американского доллара ну если так коротко резюмировать его заявление и после этого рынки развернулись и мы наблюдали устойчивый рост американского доллара и снижение всех активов которые торгуются против него в общем на рынках продолжается неоднозначность неоднозначность основным фактором который является ожидание решение фрс по монетарной политики ну и чего греха таить конечно же по программе количественного смягчения в целом ситуация к настоящему моменту она достаточно неоднозначная и можно ее характеровать можно ее охарактеризовать как ожидание и так настоящему моменту азиатско-техокеанский регион отторговался разнонаправленно индекс этого региона msi закрылся на уровне 27 плюс плюс 0 27 процента что касается в целом ситуации на азиатских торговых площадках то индекс никей 225 находится практически в нулях всего лишь с небольшим минусом закрылся минус пять сотых процента фондовый индекс топикс упал на четыре десятые процента но основной причиной конечно же давление на японские фондовые индексы является укрепляющиеся японская иена гонконгский индекс ханг сенг закрылся на символическом уровне 7 сотых процента сингапур закрылся отрицательно на уровне 39 сотых процента что касается китайского индекса шанхай композит то он закрылся снижением минус 8 десятых процента что касается китая то здесь ситуация не такая простая вчерашнее решение центрального банка китая повысить процентную ставку все-таки очевидно оставляет за собой право на дальнейшее увеличение или на дальнейшее на дальнейшее ужесточение монетарной политики связанное конечно же с повышением процентной ставки и так настоящему моменту диспозиция на фондовых площадках в азии является таковой в целом мы видим снижение снижение основных наиболее активно торгуемых бумаг и лидерами снижение является по-прежнему финансовый сектор который очень резко и всегда активно реагирует на какие-либо изменения на финансовом рынке ну и также он довольно таки активно реагирует на какие-либо новости выходящие с лент агентств информационных агентств если мы обратим внимание на сырьевой рынок то нефть марки бренд к настоящему моменту корректируется тем самым снижаясь на 0,6% и находится на уровне 83 долларов и 11 центов за баррель что касается западно-техасской нефти WTI то она падает на 0,75% и находится на уровне чуть ниже 82 долларов за баррель в целом ситуация на товарном рынке к настоящему моменту неоднозначная мы отмечаем снижение таких важных активов которые являются в настоящий момент серьезными ориентирами восстановление мировой экономики а именно я говорю о контракте на медь медь снижается на 0,4% также мы отмечаем снижение фьючерса на золото которое корректируется на 0,14% находится на уровне 1342 доллара за одну унцию ну а что касается серебра то серебро снижается более значительно находится на уровне 23 доллара и 70 центов за одну унцию и снижение составляет 0,7% в целом если мы обратим внимание на то как открылась у нас европа по мнению финансовых букмекеров европа должна была открыться в минусе и действительно так оно и произошло то к настоящему моменту диспозиция на европейских торговых площадках является таковой индекс Dow Jones stocks 50 снижается на 0,14% сводный индекс европейских акций Dow Jones stocks на 27% естественно снижается британский фудсисто находится на уровне вчерашнего закрытия германский DAX 30 находится также в символическом минусе минус две сотые процента а французский кэк 40 также символическим образом снижается всего лишь на 0,07% и также достаточно неоднозначно обстоят дела на фондовых площадках наиболее активно торгуемые бумаги торгуются разонаправленно примерно делятся они между собой 50-50 примерно 50% растет и примерно 50% бумаг снижается что касается валютного рынка форекс то после заявления о котором я говорил выше тимоти гейтнера доллар начал резко расти но в целом можно говорить о том что рынки консолидируются и важным событием которое окажет дальнейшее влияние на мировые финансовые рынки является заседание фрс которое пройдет 2 и 3 ноября и так к настоящему моменту что у нас можно ожидать сегодня из статистики и так статистика у нас наиболее интересной сегодня будет таковой а именно я думаю что следует обратить внимание конечно же в первую очередь на розничные продажи которые выйдут в 12-30 по Великобритании а также в 16-30 это заявки на пособие по безработице предполагается что заявки должны выйти на уровне 455 тысяч ну и следующий наиболее интересный актив это филадельфийский индекс производительности который выйдет в 18-00 по московскому времени в целом ситуация сейчас на рынках спокойная умеренно отрицательная ну а то как будет развиваться ну а то как будет развиваться события мы с вами увидим а с вами был старший трейдер аналитик компании Grand Capital Сергей Костенко удачи вам и до новых встреч до свидания